Всем привет! Я не так давно показывала вам вот эту клумбу. Хочу еще раз показать. Потихоньку она крайне медленная, но преображается. Итак, начнем просмотр. Шары не так уж плохо вписываются на задний фон, но мы о них не будем говорить. Мы покажем все остальное. Питунья разрастаются, что верхняя, что нижняя часть. Вот этот горшок вообще удивительный. Да, он облезший. Но это я нашла с хрум и дала ему вторую жизнь. А этот у меня заверзал до корешка. Оставила корешок практически. Вот ствол был мягкий-мягкий, висцы все облетели. Не стала выкидывать. И буквально, наверное, через три недели я увидела жизнь на нем. Вот поэтому вот это чудо такое мелкое, некрасивое, неказистое. Но оно есть и оно живет. Так, вот этот товарищ моха сломался. Не знаю как. Матери отросток уже настолько красив. Но этот вот такая плюшка. Ладно, что поделать. Не стала выпалывать вот эту красоту. Она очень быстро отсветет и пойдет гулять в освояси. Ну, здесь вот общипываю-общипываю. Постоянно петуня не просто вот так удаляет цвет, а вместе с семенными коробочками. Потому что если не убирать именно семенными коробочками, то семена будут созревать и, соответственно, себя все оттягивать. Вообще, удобно ножнями я вернусь к этому вопросу. Как ни странно, продолжает цвести и радовать Алису. Обычно уже обложка над ним потрудилась. И его приходится срезать не только в декоративных целях, но и профилактику такую. Вот колеусы пока себя ведут очень-очень странно. Но не только здесь, но вообще везде. Неплохо сочетаются между собой Алису и Лабелия. Лабелия нескольких сортов. Начинает темно-синего с глазками, голубыми и вот такими. Ну, вот так вот. С колеусом, с питониями. Ну, на мой взгляд, неплохо, очень даже неплохо. Вот это вот мадам меня вообще прельщает и радует. Ну, посмотрите на ее оттенок. Ну, прям красотка, нереальная. Так, по гипоэстисам. В грунте замерзли. Очень сильно, правда, отходят. Те, которые относила в горшках в теплицу, выглядят более-менее. Ну, и плавно перебираемся в композицию с капшпом. Вот тут уберу. Горшки куплены. Посмотрела, просто не пойму, как ее копать. Она вот глупо ходит и уходит. Ну, это изыскательная работа. Товарищ этот растет. Желание большое вот эти вот большие листы убрать. Дать дорогу, скажем так, молодняку. Желтенькая потихонечку уже обрастает. Цветение менее пышное. Скоро обрезать. Ну, это другая композиция. Вот этот товарищ у меня тоже замерзал. Но это кашпо можно было занести в теплицу, что я и сделала. И он там очень неплохо рос и прям вот опушился красивой. Самое интересное, как у всех декоративно-лиственных, первые листочки дают зеленые. Ну, вот тут смесь двух колиусов. Петунья вот нуждается. Прям вот желание ее вот так прищипнуть. Прям макушки. Два вида колиуса. Вот этот, обратите внимание, сейчас выглядит с маленькими листочками. Вот это его собрат. И листы, это старые листы, они больше. Ну, вот так вот алисум неплохо себя чувствует. В кашпо тоже. Видите, два вида алисума. Один растет вверх, другой вниз. Ну, вот такой водопад должен получиться. Ой, калибруха разрастается. Не так быстро, как хотелось бы, планировалось. И вот эта кашпо мне не очень нравится. Вроде как задумка удалась. Но, если бы вот этот начал разрастаться, ну, слава богу, он вообще в себя пришел, вот зеленеть начал. По идее, он должен был бы спуститься сюда, но пока вот в стоячем виде это не очень. Долго не снимала. Еще по причине вот этого прелесть хотела в распуске, когда они вот так стоят и вот так смотрят, прям как глазочки на тебя. Никак не могу поймать. Либо поздно вечером я уже эту картину вижу, либо вот так вот. Ну, и здесь вот такое чудо. На заднем плане скоро должен распуститься львиный зев. Здесь расползается потихоньку дихондра. Пусть расползается. Ну, и вот такое вот еще из разряда простых калибрашка у меня растут с другой стороны. Здесь я не угадала с цветом. Вот такое малиновое, но на темном калиусе довольно-таки все равно не будет плохо смотреться. Будет мешать, я просто вытащу горшок вот этот и переставлю в другое место. Ну, вот такой вот обзор мини этой стороны. Продолжение следует...